Привет-привет, с вами Рома Дмитриев и это мой небольшой рассказ о том, как я провел это лето. Знаю, обычно о нем рассказывают осенью, но мне есть чем поделиться с вами именно сейчас. Сегодня именно я буду в роли рассказчика, а не автора этого канала. Не обращайте внимания, что у нас одинаковые голоса, это лишь небольшая условность. Прежде чем я начну рассказывать о своем проведенном лете, не забудьте поддержать меня и автора лайком под этим роликом, подпиской на канал, если вы здесь впервые, ну и не забудьте нажать на колокольчик. Ну а я приступаю к своему рассказу. Насколько я помню, это было лето 2024 года. Очередной сезон в стане Ювентуса подошел к концу, и я со своей сборной готовился к предстоящему чемпионату Европы. Этим же летом я запланировал переход в новый клуб и уже вовсю вел переговоры, как вдруг мне сообщают, что именно моя кандидатура была выбрана на роль капитана команды. Не сказать, что я был удивлен, значит ничего не сказать, ведь руководство Зебр еще не знало о моем желании уйти. Не сказать, что капитанская повязка кардинально изменила мои планы, но мое моральное состояние было подшатано. Однако, все мысли об этом ушли на второй план, ведь нам предстояло представлять Россию на Евро 2024. Наша таблица выглядела следующим образом. Германия, Греция и Украина. Очень боевитая группа, но тем не менее, проходимая. Первый матч состоялся как раз таки против сборной Германии, и на стадионе, который знакомым не понаслышке. В стенах Альянса Ирены мы сыграли в боевитую ничью. Особо опасных моментов не было, что у нас, что у немцев. Однако, если у хозяев была хоть какая-то сыгранность, то у нас тут ее точно не было, и оттого было еще тяжелее. Второй матч в рамках групповой этапа мы все так же играли на Альянс-арене, только теперь уже против сборной Греции, который успел оставить и себе неприятное впечатление в 2012 году. Обстановка на футбольном поле была наколена до предела, ведь если наша сборная хотела отдать должок, то у сборной Греции были нужны очки. В конце концов, наша несыгранность вновь дала о себе знать, и мы так не поразили ворота соперников, впрочем, как и они наши. Уже после этой игры казалось, что мы потеряли все шансы на выход, ведь у нас было только два жалких очка, и заключительный матч против Украины не внушал надежды. Именно поэтому мы вышли в подвешенном состоянии на матч против украинцев, который прошел в Риме, а Рим, и в частности стадио Олимпика, очень хорошо мне знаком, как мы все с вами знаем. Поэтому я не мог не отличиться в этой игре. Несмотря на то, что у нас была инициатива по владению мечом, мы так и не смогли создать ни единого нормального момента в первом тайме, и на перерыв ушли с ничейным счетом. И уже во втором тайме началось самое интересное. Перехватив мяч, я ушел в штрафную и тут же пробил. Мяч попадает в штангу, и я тут же рванул на добивание, как вдруг падаю штрафной, и рефери назначает пенальти. Был ли он назначен справедливо или нет, не знаю, да и в тот момент мне было явно не до этого. Прицелившись в левый угол, я распечатал ворота Лунина, и дал старт своим голам на Евро-24. После того, как мы открыли счет, наша инициатива никуда не пропала, и мы продолжали играть в уверенном ключе. И как итог, наша победа с минимальным счетом 1-0. И как раз таки, благодаря победе над фаворитом, мы поднялись на вторую строчку, оставив позади саму Германию, что было довольно таки неожиданно. По итогам жеребьевки, нам выпала Сербия в 1-8 финала. Еще одна не чужая сборная для нас. Несмотря на то, что мы смотрелись фаворитами, матч против Сербии был одним из сложных. У нас было несколько хороших моментов, чтобы забить, однако, вратарь спасал свою сборную раз за разом. В конце концов, мы смогли распечатать их ворота в начале второго тайма. И угадайте, кто отличился? Конечно же, капитан сборной, а как иначе-то? Однако, по всей видимости, после забитого мяча, я так завелся, что позволил сыграть немного не по правилам, за что получил желтую. А это была вторая желтая, которая привела к моему удалению с поля. Таким образом, на следующий матч сборной пришлось отдуваться без меня. Благо, мое удаление никак не повлияло на ход нынешней встречи, и мы таки добыли победу над сербами. И в четверть финале нам попала сборная Португалия. Учитывая, что я в этом матче участия не принимал, все ожидали, что наша сборная уступит португальцам. Но наши парни смогли сотворить сенсацию, и сборная Португалии была повержена в сухую. 2-0. Вы представляете? И уже в полуфинале нам попались англичане, матч с которыми ожидался в родном для них Лондоне, а в частности на Уэмбли. Матч обещал быть очень трудным для нас, ведь Англия довольно-таки грозный соперник, так еще и в родных стенах. Однако, неожиданно для всех, и в первую очередь для себя, мы открыли счет уже на восьмой минуте. И вновь отличился ваш покорный слуга. После пропущенного мяча, англичане стали жестко давить на нас, проводя атаку за атакой, но уже на 30-й минуте мы забиваем второй гол. На этот раз отличился Желомовицкий с моей передачи, но это был первый тайм, и нам предстояло выстоять еще 45 минут. И что вы думаете? Мы выстояли? Мы выстояли и вышли в финал, в финал чемпионата Европы. И каково было наше удивление, когда мы узнали, что нам предстоит встреча против сборной Германии, которая в группе с нами заняла третье место. С момента нашей первой встречи в рамках этого турнира прошло достаточно времени, и наша сборная была готова к этой игре. Мы были настроены серьезно, и показали наше намерение на деле, когда от игры прошло полчаса. С передачи Ломовицкого я пробил в одно касание, и Нойер ничего не мог сделать. Это 1-0. После этого Германия попыталась что-то создать у наших ворот, но мы продолжали напирать и прессинговать их. Голы пропали из нашей игры до 70-й минуты, пока я не решился пробить по воротам с углам со всей дури, и это дало свой результат. Счет на табло стал 2-0, и мы уже были в одном шаге от трофея. Оставшееся время игры мы провели без опасных моментов, и прозвучался сток арбитра. Помню, как сейчас, то восхищение, что мы испытали в тот момент. Мы чемпионы Европы. Наша сборная не завоевывала Евро еще со времен Яшина, и лишь в 2008 году наши парни взяли бронзу. Муслайев поднимает кубок над нашими головами, и все. Он наш. Он наконец-таки наш. Непередаваемое чувство. А что касаемо индивидуальных призов, я занял вторую строчку в бомбардирской гонке, уступив Кейну на один гол. А наш Саня Головин вместе с остальными занял третью строчку, отдав две голевые передачи. После Евро мне предстояло тяжелое решение, а именно покинуть Ювентус. За два года я привык к этой команде, а поэтому прощаться было тяжело. Тем не менее, я поставил подпись под контрактом с Монако, и уже готовился к переезду во Францию. Субтитры сделал DimaTorzok Внести разнообразие в карьеру за игрока. По традиции напоминаю, чтобы вы не забыли поставить лайк под этим видео, отписать комментарий и подписаться на канал, если вы здесь впервые. Также не забывайте про колокольчик, чтобы всегда быть в курсе о выходе новых видео и начале стримов. Предыдущие серии карьеры за Ромку Дмитриева вы можете посмотреть в соответствующем плейлисте «Карьера игрока», который вы сочет в правом верхнем углу и который вы можете отыскать по ссылке в описании под этим видео. А я на этом с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и до скорой встречи на канале Реалистик ПС. Всем пока, ребят.